Всем привет! И это очередное мое видео с покупками с Алиэкспресс. В данном случае это мой любимый магазин Inman, но я думаю вы уже поняли это по превью. И сейчас уже вот я вам показываю свое первое платье из этого заказа. Inman меня всегда покоряет деталями, как в данном случае, например, на пуговках перышки. И как бы это не столь значительно, но ощущения уже совсем иные от вещи. У платья очень приятная ткань. И это 56% вискозы, где-то 26% полиэстера и еще 17% с небольшим полиамида. Кстати, у платья есть еще подклад, вы его дальше увидите. И он 100% хлопок. Вообще это часто редкость в платьях, когда подклад хлопковый. Обычно даже если само платье из хлопка, то подклад обязательно будет полиэстер. Но в данном случае это же Inman, поэтому и подклад нас тоже радует. У продавца это платье представлено в двух цветах. У меня вот такой вот нюдовый цвет. И очень интересный рисунок. То есть оно не однотонное, я думаю вы видите на видео. Оно такой маленький квадратик. Так, платье обошлось мне со всеми скидками и купонами 1134 рубля. И вот сейчас я прям предвкушаю, как будут писать, что оно сейчас стоит дороже. Да, оно сейчас стоит дороже. Курс у нас немножечко тут балуется. И как бы ждем распродажи. Вот, кстати, будет распродажа по десятилетию. По случаю десятилетия Алиэкспресса. И там, я думаю, можно будет прикупить очень многое с хорошими скидками. А теперь придется добавить каплю дегтя в эту бочку меда. Дело в том, что платье у меня в размере М. И какая-то странная таблица размера у данного платья у продавца. Что как-то вот очень неожиданно для меня оказалось. Большинство сегодня вещей, которых я вам покажу, они тоже в размере М. И как-то я даже не задумываясь. М, М, все хорошо. По факту платье мне слишком облегающее. И я бы даже сказала маловато. Возможно, это не так критично, как мне кажется. Но ощущение такое есть. И поэтому, если выбирать это платье на схожие с моими параметрами, то это обязательно размер L. Мне повезло. Платье на мне пока не трещит. И как бы, если прибавить сантиметра, я думаю, я точно в него не влезу. Кстати, это еще один такой момент насчет влезания в это платье. У него нет никакой молнии. То есть, только вот передние пуговки. И как бы талия вроде как с задней стороны резинка, но она не особо-то и тянется. То есть, именно впихнуть невпихуемое, это вот про это платье. Поэтому я однозначно советую брать размер побольше. Собственно, это покупки через интернет. И такое бывает. Кстати, я бы могла вернуть это платье по бесплатному возврату. Но мне кажется, что вроде ничего. И платье мне понравилось. Мне понравился его интересный воротник. Надеюсь, вы его заметили. Мне понравился цвет, фасон. И, в принципе, от самого платья, не от его размера, я в восторге. Я покрутилась как могла и попримеряла некоторые верха к платью. Теперь перейдем ко второму платью в этом заказе. На этот раз это платье 100% хлопок. И, кстати, если приглядеться, вот близко буду сейчас показывать ткань, это рисунок как будто вот хлопок нарисован. Платье у продавца представлено тоже в двух цветах. Но цвета, как вы видите, уже немного другие. И я решила не выбирать один и тот же оттенок. Поэтому поэкспериментировала, так сказать, с цветом немножко. Хотя нежно-розовый мне тоже очень нравится. И я прямо-таки разрывалась между этими двумя вариантами. У этого платья нет подклада, как у предыдущего. Но это и понятно, потому что ткань более плотная. И она вообще никак не просвечивает ни на свет, никак. Платье для романтичных натур. С оборочками и на рукавах, и на подоле. И, конечно же, с кружевом на рукавах. Я думаю, вы заметили вот в боках. Я дальше еще покажу. Это платье тоже в размере М. Но на этот раз платье село идеально. Конечно же, тут дело все в фасоне. Тут, правда, тоже у нас пуговки идут спереди. И никаких молний нигде нет. Но резинка более такая именно по своим свойствам напоминает резинку. То есть именно растягивается. И никаких проблем. Нигде ничего не жмет. И нигде ничего излишне не облегает. В целом достаточно воздуха между тканью и телом. Поэтому мне очень понравилось. Конечно, предыдущее платье более элегантное. Даже, я бы сказала, чуть более строгое. И оно, по ощущениям, ну, например, по ощущениям ткани, более дорогое. Это такое простое, романтичное. Но, мне кажется, оба они имеют право на жизнь. А уж если добавить пояс. Вот у меня пояс тоже с Алиэкспресс. Кстати, если вдруг у вас возник вопрос. Все вещи, которые я сегодня буду показывать. Обувь все с Алиэкспресс. Скажу даже больше, что на все вещи у меня есть видео. Где-то с очень подробным обзором. Где-то с менее подробным. Но все ссылки у меня есть под этими видео. И как бы при желании можно все найти. Если, конечно, ссылки еще не сгорели. И это платье обошлось мне в 1139 рублей. Кстати, еще один момент. Я сказала, что предыдущее платье, оно такое более дорогое. Не в смысле суммы, а в смысле выглядит. И у него больше вариантов сочетаний. Вот это платье у меня как-то просочеталось только, наверное, с джинсовкой. Хотя я и примеряла, и пиджак. Но как-то не зашло. Меня часто спрашивают, как можно сэкономить и купить дешевле. И хочу вас сегодня познакомить с сервисом Smarty Sale. Это возможность вернуть часть своих денег за совершенные покупки в интернете. Причем не только, конечно, на Алиэкспресс. С этим сервисом сотрудничает огромное количество магазинов. Больше 1100. И в нашем случае нас, конечно, интересует больше всего Алиэкспресс. Но, кстати, iHerb и Asus тоже тут есть и eBay. Если зайти и посмотреть, то тут расписаны правила, как нужно совершать покупки, чтобы обязательно вы получили свой кэшбэк. И, конечно, тут нет ничего сложного. К тому же, всегда можно попросить помощи в круглосуточной поддержке, которая всегда поможет с заказом. И, кстати, если рассматривать еще список магазинов, то предложения бывают разные. Бывают всякие выгодные акции. И скидки могут доходить до 50%. Итак, все очень просто. В моем случае я, например, даже установила приложение. Для меня, например, приложение на телефоне это максимально быстро, просто и удобно. Тем более, покупки я всегда совершаю через телефон в основном. Заходим, выбираем нужный магазин. Нас перекидывает в данном случае в приложение Алиэкспресс. И нам сейчас нужно добавить товар, тот, который мы хотим купить. Я заранее положила в избранное несколько товаров. Например, вот это пол, который я хочу купить. И, соответственно, добавляю его сейчас в корзину, чтобы оплатить. Именно такой порядок. Мы заходим в SmartySale, переходим на Алиэкспресс. Добавляем товар в корзину и оплачиваем его. После того, как оплатили заказ, можно перейти в приложение SmartySale или на сайте посмотреть. И убедиться, что действительно заказ прошел и кэшбэк нам начислен. Но как бы он начислен пока виртуально. И вывести мы его сможем только после того, как заказ к нам придет. И мы его подтвердим. Кстати, выводить деньги можно разными способами. Один из самых простых, я считаю, это перевести себе на мобильный. И вот, кстати, вот так вот выглядит картинка, когда вы заходите в свои заказы на SmartySale. И здесь вам показывается сумма вашего кэшбэка. Ну, а сейчас давайте вернемся. И я буду продолжать показывать вещи. Следующее это юбка. Вообще, кстати, да, в летний период. И как вы поняли, все эти вещи уже на весну-лето. Я очень люблю юбки, платья. Прямо-таки обожаю. Нежно-зеленая юбка, белый цветочек на резинке свободного кроя. Это то, что нужно летом. По составу это 42% вискозы, примерно 38-39% полистера и 19% хлопка. На самом деле, она очень приятная, эта ткань. И еще из плюсов, она как бы не сильно мнется. Тут я, конечно, сравниваю именно со 100% хлопком. У продавца представлены опять в двух цветах. И тут как бы решение лесенкой сработало на ура. Потому что эта же юбка есть в похожей расцветке, как предыдущее платье. Но, как вы понимаете, я же не могу взять то же самое. Поэтому выбор был сделан из-за меня. Это юбка для романтических натур. Тут оборочки в несколько ярусов. Точнее, они на разной высоте юбки присутствуют. И это такой милый, милый элемент. У юбки хорошая длина. Она прикрывает колено. У меня рост 1,68 м. И, кстати, все мои параметры, рост, они все есть в инфобоксе. Если вам интересно, смотрите. По поводу сочетания ее с верхами. Вот на мне голубая блузка от Inman, кстати. Вот это тоже футболка от Inman. Но здесь немножко кармашек не в тему, мне кажется. Но просто сочетание с этим цветом очень классное. Конечно, самый классический, самый простой вариант. Это обычная белая футболка. Это тоже футболка, кстати, от Inman. Она белая. И, конечно, можно какую-то блузку. У меня, кстати, есть. Почему-то я ее не примерила. Думаю, тут вариантов много. Главное, чтобы цвет был нежный. Либо как-то перекликался с зелеными оттенками. Не слишком яркий был. Юбка обошлась мне со всеми скидками 737 рублей. Это размер М. И доставка тоже 28 дней. Как и предыдущие варианты. Когда я покупаю очередную юбку, я всегда думаю, а не купить ли мне платье. Вот вам что больше нравится, юбки или платье? Ответьте, пожалуйста, в комментариях. Интересно будет посмотреть на общую статистику. А теперь это брюки, которые меня покорили своим поясом. Вы сейчас поймете, о чем я, когда я это надену. Очень интересный фасон. Брюки из стопроцентного хлопка. Не знаю даже, хорошо сейчас это или плохо. Потому что у хлопка есть, конечно, один такой весомый минус. Он очень мнется. Любой хлопок мнется. Но этот хлопок достаточно плотный, толстый. И вообще ткань такая врубчик. По цвету мне повезло. Она не желтит. Очень приятная. Такой, знаете, беж-беж. Очень красиво. Вот сейчас я вам тут показывала, что сзади фальш в карман. У меня 27 размер. Это вот исключение. Тот вариант, когда не М. Мне повезло. У брюка была вполне адекватная размерная таблица. И поэтому я не прогадала с размером. Мне кажется, серия не очень хорошо. У меня нигде ничего не тянет, не жмет. При этом нигде ничего не болтается. Это вообще прям такой счастливый случай. Потому что брюки, джинсы всегда очень боязно покупать по интернету. Всегда кажется, что где-то можно промахнуться. Это не так легко, как в юбке. Я бы вот так сказала. Мне очень понравился такой вариант, где беж-беж. И сверху беж, и снизу беж. Разные оттенки бежевого. Кстати, футболка. Тоже инмен, если вы не узнали. Ну, обувь, конечно, нет. Но тоже Алиэкспресс. И здесь, конечно, брюки с защипами. Как вы видите, они снизу свободные. Но ярко подчеркнута талия. Я опять-таки повторюсь. Это, наверное, потому что у меня больной вопрос. Итак, еще немного про брюки. Они, кстати, мне обошлись всего в 919 рублей. Я считаю, просто прекрасная цена. Вот здесь вот я вам не показываю. Но потом в конце видео я покажу и справлюсь. Что брюки еще можно подвернуть. Конечно же, вот тут у нас эластичная немножечко резинка. Кстати, да, на брюках сзади резинка. Это для тех, у кого большой перепад с талией и бедрами. Очень классно. Я обожаю, когда на брюках есть резинка. Значит, все фиксируется. Кстати, вот я поменяла футболочку. Футболочка. Это опять-таки инмен. Моя первая халява на Алиэкспресс. Поэтому, я думаю, приобретая, кстати, в одном магазине все, чудом обнаруживаю, что потом оно все сочетается. Причем даже, так сказать, с коллекцией прошлых лет. Ну и, конечно же, белая футболка, биджак. И все идеально. Мне прям эти брюки очень понравились. А теперь переходим к последнему нашему опуздану. Почему опуздану? Потому что, хоть все эти товары и были в одном заказе, именно эту блузку почему-то мне отправили позже. То есть, когда пришла первая посылка, в ней не оказалось блузки. Ну, собственно говоря, я написала продавцу. Продавец сказал, что он ее отправил чуть позже. И если все пришло мне за 28 дней, то блузка мне пришла за 40. По характеристикам блузки, это 66% хлопка и почти 34% вискозы. Очень приятная, очень легкая. Я думаю, это прям такой хороший летний вариант. И, конечно, можно было бы промолчать, но невозможно про это молчать. Она, конечно, очень пестрая, очень яркая. Ну, как бы, яркая так, относительно. У нее достаточно темные цвета, но она очень сочетабельная. Именно сочетабельная с различными низами. И вот я тут немножечко покрутилась, хотя, конечно, не совсем с чем можно было. Заказывая эту блузку, очень сомневалась, что она мне подойдет. Ведь все яркие оттенки и так далее, я стараюсь немножко от лица убрать. И это такой, знаете, супер эксперимент. Но я им очень довольна, особенно его сочетабельностью. Плюс у меня некоторые вещи еще придут, с которыми будет очень хорошо. Плюс тут я вам абсолютно забыла, например, с моей бордовой юбкой показать эту блузку. Тоже круто. Я уже молчу там о любых синих джинсах. О каком-то черном низе. То есть вы видите, насколько это блузка универсальная. Муж у меня даже пошутил. Бери сразу три. Ну, если вдруг что-то случится, будет замена. Она же супер универсальная. Можно совсем носить. Блузка обошлась мне в 857 рублей. И это прекрасная цена, мне кажется. По размеру она, кстати, тоже М. Но с посадкой на этот раз все нормально. Еще один момент. Думаю, сложно было не заметить разницу между цветами одежды на моем видео и на фотографиях продавца. Дело в том, что хочу немного оправдать продавца. У меня искусственный белый цвет. Он по-другому немного показывает вещи. У продавца же фотографии все на улице. Солнечный теплый свет. Поэтому некая разница возможна. Плюс еще постобработка. Думаю, в начале видео, точнее в середине, юбка вообще очень сильно отличалась. Тут, конечно, мне кажется, больше постобработка. Ну, а я надеюсь, это видео вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставьте лайки. Именно так я понимаю, что видео вам нравится. Ну, а сейчас пока-пока. До новых встреч. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok